Здравствуйте! Вы меня узнаете? Не узнаю. Неужели не узнаете? Не узнать этого персонажа невозможно. На сцене Алтайского музыкального театра самый известный мошенник и авантюрист советского кино и литературы Остап Бендер. Спектакль «Золотой теленок» — это первая постановка в новом театральном сезоне. Ее долго ждала вся творческая команда, но особенно исполнитель главной роли. Всех актеров вообще в принципе привлекает эта роль, она считается такой очень высокой планкой для актера. Поэтому она привлекает сама по себе роль и вот этот артистизм, который свойствен Бендеру. Все артисты, все мечтают об этой роли. А зрители, соскучившиеся по музыкальным постановкам, мечтали наконец увидеть барнаульскую интерпретацию знаменитого произведения. Произведение само по себе очень интересно и плохих постановок я в этом театре не видел. Ну, наверное, как всегда нас порадует чем-то интересным и новеньким. Посоветовали, пришел подпосмотреть. Так, кто нас слышен был, конечно, этим спектаклем и произведением. Надеюсь, понравится и артисты, и атмосфера. Атмосферой этого спектакля — музыкой. Доволен главный цензор, режиссер постановки — Константин Яковлев. А вот что придумывать не старались, так это сами образы. Всех персонажей зрители знают почти наизусть еще со школы. Интерес творцов был в другом. Как сыграют актеры то, что людьми уже любимо. А мы чего-то нового придумывать и дополнять уже даже не можем, потому что это настолько уже все отборно. Этот материал, в том его и прелесть, что он уже сам по себе, понимаете, уже с определенными гранями, он уже отшлифованный алмаз. Никаких вот таких новаторских решений, что Зося, например, мужчина, нет в этом спектакле. Мы не удивим, к сожалению. Кстати, посмотреть мюзикл вы еще успеваете. «Золотой теленок» будет радовать театралов по 11 сентября. Ну мечтать, 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 мечтать не вредно. Ну мечтать не вредно, вредно нет, мечтать. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова